Как только Халк впервые появился в комиксе 62 года, он сразу же стал одним из самых узнаваемых персонажей, а по популярности сейчас он даже не уступает Железному Человеку. Давайте я вам напомню, что же из себя представляет главный крушитель Марвел, чтобы вы понимали, с чем сталкиваются его враги, а иногда даже и друзья. Зеленый обладает невообразимым уровнем физической силы, она попросту безгранична, так как увеличивается пропорционально эмоциональному напряжению, гневу в частности. Несмотря на громадный размер, Халк способен при беге развивать гиперзвуковую скорость, которая также повышается с гневом. Кожа Халка неуязвима к любым повреждениям, температурам и давлениям. Однако, несмотря на огромную прочность, его можно ранить неразрушимыми металлами вроде адамантия или вибраниума. Тогда в дело вступает супербыстрая регенерация. Организм Халка вообще уникален по своей природе. Он абсолютно не восприимчив к любым вирусам, заболеваниям, ядам и токсинам. Ни один патоген не смог выжить в его крови больше микросекунды. Из-за адаптации организма, длящейся от 2 секунд до 2 минут, Халк способен на психологическом и физическом уровне противодействовать угрозе. Таким образом, он может выжить в любых условиях и противостоять любым сверхспособностям. Халку не нужен воздух, еда, вода и сон, а также он способен дышать под водой и неуязвим к ментальным атакам благодаря всей той же адаптации. Халк способен также поглощать радиацию и темную магию, прибавляя силу самому себе. В общем, Супермен отдыхает. Так как при всем и при этом главный качок Марвел очень и очень вспыльчив, то в порыве гнева ему все равно кого крушить. Поэтому под его горячую руку бывало попадались и члены команды Мстителей. Так давайте же вспомним все бои Халка против своих боевых товарищей. Первой на себе всю мощь Халка ощутила Черная Вдова в фильме Мстители. Локи, находясь намеренно в плену на авианосце, спровоцировал трансформацию Брюса Беннера, во время которой рядом оказалась Наташа. Ей понадобились все свои навыки, чтобы остаться в живых. Супермен отдыхает. Следующим Мстителем, ставшим на пути у Халка, стал, конечно же, Могучий, а самое главное, Бессмертный Бог Грома. Видя всю беспомощность Наташи, Торк, конечно же, вмешивается. Однако во время боя он совсем не выглядит доминирующим. Жаль, мы не узнали, кто же сильнейший из этой парочки, так как Халка отвлекли и он покинул корабль. Атакую. Далее Алла-Ведьма, находясь еще на стороне Альтрона, захватила разум Халка и тот в ярости начал крушить весь город. Остановить его вызвался Железный Человек. Тони Старку пришлось облачиться в броню Халкбастер, дабы противостоять Халку на равных. Сражение получилось действительно стоящим, ведь в нем Халк так и не смог сокрушить самую большую броню Тони Старка. Вероника, руку подай. Вырубайся, вырубайся, вырубайся! Ну что, брат, не махнуть ли нам за город? Я нечаянно. Я нечаянно. Сохранившаяся интрига, а кто же на самом деле сильнее после первого поединка Халка и Тора развелась во второй встрече этих двух самых сильных мстителей, которые сошлись в гладиаторском бою на планете Саккар. Бог Грома, хоть и не хотел поначалу биться со своим напарником, доказал свое полное превосходство. Причем Тор победил Халка без своего оружия, молотом Йольнира, что окончательно доказывает, кто самый сильный мститель. Причем Тор победил Халка без его оружия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ